Уже даже формально можно говорить о том, что Европа пережила зиму в условиях газовой войны, которую российские террористы объявили цивилизованному миру. Как отмечалось раньше, план сталкивания Европы в энергетический коллапс разрабатывался еще в Советском Союзе, но для того, чтобы он стал реальным оружием, Советы не успели довести поставки своего газа до нужного уровня, зато это сделал Путин. Сделал и засиделся слишком надолго, а тем временем окно возможностей закрылось. Своё газовое оружие он использовал со всей силой, но оно не просто не сработало, а практически смело отдачей сам этот инструмент. На конец зимы Европа имеет рекордное количество газа в подземных газохранилищах, и это значит, что кризис был преодолен с огромным запасом прочности. А раз так, то Путин и его Газпром даже не смогли приблизиться к цели, которую поставили в самом начале газовой войны. Но сейчас имеет смысл вспомнить всего об одном интересном аспекте этой самой газовой войны, который может стать главным символом. Для этого стоит посмотреть на то, как сегодня выглядит газовая тема «Газпром Европа». Северные потоки не работают, из четырёх труб три взорваны, причём взорваны обе трубы газопровода СП-1, который был сертифицирован и сдан в эксплуатацию, а неповреждённой осталась всего одна труба из двух, которая относится к проекту СП-2 и не введена в эксплуатацию. Далее, пока функционирует газопровод, идущий через Чёрное море в Турцию, но поставки по нему сокращаются. Ещё идёт прокачка газа через ГТС Украины, но Газпром явно вёл дело к отключению газопровода, сократив прокачку по нему до 28 миллионов кубов в сутки в январе, но теперь опять поднял до 42 миллионов кубов. Вся эта игра на трубе, если не считать взорванные северные потоки, осуществлялась на газопроводе Ямал-Европа, который шёл через Белоруссию и в Европу заходил через территорию Польши, и вот поставки по этой трубе Газпром перекрыл полностью. Тем самым основное давление было направлено на Польшу, а через неё на Германию и Чехию. Но Варшава только что показала, что в эту игру можно играть вдвоём. Польская пресса по этому поводу пишет следующее. Управление энергетического регулирования начало консультации по удалению газовых соединений на границу с Белоруссией, в том числе для газопровода Ямал, из перечня так называемых точек надлежащего подключения газа. Соответствующие заявки подала компания «Газсистема». Эра указывает на отсутствие интереса к импорту газа с Востока. Тут надо уточнить, что точки перехода как с технической, так и с юридической точки зрения являются крайне важными объектами, потому что формально именно там газ переходит от поставщика к потребителю или транзитёру. Там уже установлено оборудование, позволяющее вести точный учёт прокачанного газа. Такие пункты имеют специальную регистрацию и сертификацию, и в случае возникновения споров, данные, полученные оттуда, будут основанием для судебного или внесудебного разрешения споров. Отсутствие таких точек перехода делает невозможным поставки газа «де юра» и «де факто». И вот польский оператор ГТС подал заявку на извлечение этих точек из соответствующих реестров. Как только это произойдёт, «Газпром» не сможет поставлять газ по этой трубе, даже если Путин передумает. Проще говоря, Польша закручивает вентиль со своей стороны, то есть делает то же самое, что делала Москва. Причём делает это по технике, задокументировав отсутствие поставок. Раз их нет, то эта труба не нужна. Всё просто. Как сообщили во вторник в Управлении по регулированию энергетики, регулятор начал консультации по предложениям по изменению перечней так называемых соответствующих пунктов, в которых газотранспортный оператор, то есть газсистема, указывает услуги по передаче. Речь идёт об исключении пунктов Высокая и Тетеревка на границе с Белоруссией из перечня соответствующей национальной газотранспортной системы, а пункта Кондратки из перечня соответствующих пунктов транзитной газотранспортной системы, то есть пункта входа с востока на польский участок газопровода Ямал. Вот и всё. Недолго музыка играла, и фраер не сумел потанцевать. А те, кто ближе к путинскому золотому унитазу, могут передать ему истинное восхищение талантом и чутьём великого комбинатора. Такой игры на трубе ещё никто не видел. Уже только заодно это. Надо поставить сидячий памятник на родине Хероя. Да и самого Хероя тоже пора посадить.